Слава Христу! Блудом занимаются, всякой гадостью. Это Содом и Гаморра. Мы сюда пришли, чтобы людям возвестить волю Божию. Просчитать, что ждет за эти дела. Господь умер за грехи людей, призывает к покаянию. Сдурели совсем. Малые дети здесь торчат. А ты веришься, да? Да. А откуда ты? Ниоткуда я дома сижу, никуда не ездил еще. На своем стуле. Вы имеете в виду, где я нахожусь? Да, Алтайский край, Барнаул. Сейчас вас плохо так слышно. Где-то микрофон далеко. Вот сейчас получше. Мы людям свидетельствуем о Боге, о Божьих заповедях, что все умирать будем. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечно. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я согласен с тобой. Да. Я любую веру одобряю, но знаешь, как тебя звать? Меня звать Игнатий Лапкин. Игнатий, меня вахит. Короче, Игнатий, а самое, как это сказать? Поближе микрофон еще сделайте, прям совсем плохо опять. Да. А сейчас? Вот так, прям никак не разберу. А мусульманскую веру как относятся? Ну, а как относиться? Это их мусульманское дело. Как? Мы беседуем с ними. Вот смотрите, я им показываю книгу. Это, говорю, ваша книга-то? Коран, да? Да. Вот я говорю, считаю, что написано. 160 человек спросил, ни один прочитать не может. Я говорю, вы такие же, как и мы. У нас царковно-славянские, не понимают, такие же бестолковые столбы стоят. Мы что с мусульманами? У мусульман самая главная беда, самая большая, самая хорошая, что есть у мусульман, это пятикратный намаз. А у нас семь раз в день, семь раз и сто поклонов после молитвы, молитвы, сто поклонов. И кроме того, еще утренние, вечерние молитвы, это девять раз у нас на молитву становятся. Мне очень нравится. У меня книги вышли, 38 томов книг. Я их развозил по миру, Господь благословил. И мы шесть мусульманских республик прошли Турцию. Я мусульман знаю, не как-то меня сажали за слово Божие. Я был в мусульманском лагере с ними вместе. В Казахстане тогда было. Я благодарю Бога. Мне плохих мусульман практически не встречалось, чтобы там дрались, пили или как. Они верят по-своему. Это самое хорошее, что есть пять намаз. Самое плохое, то, что не верят, что Христос умер за них. Это самая большая ошибка. Он умер, воскрес, взял наши грехи, омыл кровью своею. Как можно отрицать, кто за меня погиб? Он меня из плена вырвал, а он вознесся. Да откуда вам знать? Я говорю, вы на 600 лет позже пришли. У нас Библия. Игнатий, Игнатий, как ты думаешь, ты думаешь, что Иисус это Бог? Да, но надо понимать слово Бог не в Ветхозавете. Он в трех лицах. Он один Бог. Один. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но это один. В трех лицах. Это нельзя понять. Бог открылся в таком виде. Понятно. Игнатий. Он Бог и человек. Но ты старше намного меняет, но я тебе один вопрос задам. Ты просто пойми меня. Давай. Если он Бог, то он все должен знать. И почему не знает, когда кончина мира? Это стандартный шаблон для глупых. Дорогой. Дело в том, что он Бог и человек. Вот про себя хотя бы. Не верить вы не будете. Но про себя. Пойми, как у нас это описано в Библии. Он Бог и человек. Я не искажаю никакую религию. Каждый по-своему молится. Я не искажаю. Я не имею права перед Всевышним искажать. А ты по-своему делаешь, другие по-своему. Но я один вопрос хочу тебе задать, Игнатий. Давай. Ты просто умный человек, грамотный. Я вижу у тебя там много книг, ты разбираешься. Но я хочу тебе сказать вот одно. А если Иисус Бог, а почему Он за нас умер? То что, больше Бога нету, не существует что ли? Бог не умирает. Я вам объясняю. Ты говоришь, Он за нас умер. А почему Он умер? Бог никогда не умирает. Бог это один. Я тебе хочу еще раз. Я отвечаю. Ты вопрос не задаешь. Ты убеждаешь меня. Вопрос задал. Нет, я не убеждаю. Вот я тебе вопрос задал. Да я отвечаю. Я хочу отвечать, а вы продолжаете говорить. Так, слушай. Я понял вопрос. А если Иисус Бог... То есть вопроса-то нету. Вы продолжаете свое говорить. Вы задали вопрос. Я хочу отвечать, а вы мне не даете ответить. Слушай внимательно. Вас как звать? Вас как звать? Меня Вахид. Как? Как? Вахид. Ну, это я не пойму. Я плохо здесь, плохо слышно. Вахид. 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 Да, да. Ну, так, смотрите. Вы задали вопрос как. Он Бога-человек. Он воплотился через Деву Марию. Вы не верите, но услышите, что написано один раз. Умирал как человек, а как Бог одновременно. Он был на кресте. Так, подожди. Да я не успеваю ответить. Вы перебиваете. Перебиваете. Вы не даете даже предложение закончить. Чего вас так беспокоит-то? Вы задали вопрос. Выслушайте. Написано, глупый тот, кто не высушил, дает ответ. Он человек и Бог одновременно. Как человек, он был на кресте прибитый. А как Бог в это же время, он был и в аду, и на небе, и во всей Вселенной. Вы хотя бы узнайте, как мыслят христиане. Больше ничего не надо. Вы не поверите. Это блокировка. Он Бога-человек. Вы нашу веру-то не знаете. А я вашу веру знаю. Вот о Коране у меня написана целая книга. Я разбираю все суры и аяты до одной. В сравнении с Библией. Вот тут так написано, тут так. Какая разница? И что за... О мусульманах было написано, какие были там представители власти за 1300 лет. Я вот мусульманам вопрос задаю. Скажите, вы Христа знаете? Иса. Иса. Христос в руки оружия брал? Нет. Христос воевал? Нет. Не знаю. Ну как не знаете? Он сказал, вложи меч твой у Петра, когда был. Не брал. А Мухаммад воевал? Воевал. Сколько сражений было? Ни один не может ответить. Вы веру-то свою не знаете, как и мы. Он 72 сражения имел. 72. И только два были оборонительные. А 70 грабили караваны. Вы просто не знаете. А взяли караван. Теперь принимаешь мусульманство? Нет. Голову долой. Ну какая это вера? А у нас родиться свыше. Водительство Духом Святым. У нас если женился, или как, на женщину смотреть нельзя с вожделением. А тут четыре жены. У нас это высший разряд, это разврат считается. Ну маленько. Это давайте другому понимать, что было. Я ничего сюда не добавляю. Я ничего не опровергаю. Я просто говорю. Мы разные. Но вы хотя узнаете, как мы верим. Мы верим по Библии. Я вам показал ее. Вот она. Она Библия в шесть раз больше Корана. В шесть раз. Вот у вас написано Ибрагим. А у Ибрагима это Авраам. Но почему дальше-то истории Авраама от Ибрагима нет у вас? Потому что по наслышке Мухаммад что услышал, записал. Теперь Сулейман. Сулейман это Соломон. У нас в Библии от Соломона три книги. У вас одной строчки нет. Почему? Да потому что он купец был, Мухаммад. Он услышал и так и записал. Ну, это же большая разница. Три книги или ни одной строчки нет. Я любого возьму. Давыд. А Коран кому это? Я не беру кто. Я просто говорю. У вас Дуайт. У нас Давыд. У нас Псалтырь. Самая большая книга Библии. 150 молитв. У вас ни одной нет. Если он Давыд, вы его знаете. Почему не записали ничего? А вам откуда знать-то? От евреев. А мы откуда? От евреев. А не раньше Бог открылся им. Вот какое дело-то. У вас нету этого ничего, дорогой мой. А Коран кому послан был? Это вы должны знать. Я не Коран проповедую, а Евангелие. Я Коран не трогаю, не критикую. Зачем мне? У меня три слова, которые я не произношу. Аллах, Коран, Мухаммад. Это я с вами говорю. Зачем? Мне Бог сказал, иди и проповедуй Евангелие всей твари. Я и проповедую. А зачем я буду трогать вашу святыню? Для вас это священная книга, данная. Он там сидел в пещере, писал, там Джибраил был. Я историю-то знаю, но мне это не надо вам говорить. Вы сами должны знать. Я не могу сказать, что я уважаю каждую религию, но я должен знать, с кем разговариваю. Мусульмане мне очень хорошо известны. Мы в доме Мулы ночевали, когда ехали. Воскрес. Воистину. Да, 40 дней будем так приветствовать. У нас времени много. Я спрошу вас, у вас такая книга есть дома? Какая? А вот я показываю. Что это за книга? Как считаешь? Библия. Библия. Вот смотрите. Это самая древняя книга у людей. Самая мудрая. Самая распространенная. Вот если Библию человек не считает, он еще ничего и не знает даже. Написано, да не отходит книга сия от уст твоих, но поучается в ней день и ночь. Пишет Иисус Новин 1.8. А Тимофею Павел пишет, вникай в себя и в учение, в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Вот так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Понятно. Зачем вы тут сидите? Так, подождите, я вам сразу предупредить хотел, чтобы во время разговора, чтобы никаких плохих слов не говорили. Вы сможете так беседовать? Ну да. Ну да, ни одного матерка, ни одного скверного слова, чтобы не было. По-хорошему расстались. Мы же не враги друг другу. Так, спрашивайте, пожалуйста. Иисусу Христу. Слава Кубане. Христос воскрес. Воистину воскрес. Молодцы, ребята. Казаки поди кубанские, нет? Конечно. О, вот смотрите. У вас такая книга дома есть? Есть. По благословению патриарха Кирилла. Вы признаете его? Так, минутку. Подождите, подождите смеяться-то. Подождите. Чего вы так кинулись-то? Есть такая поговорка, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ну ладно, все. Так, ребята, вы можете разговаривать, чтобы без матерков обойтись? Ладно, хорошо, без матерков обойдемся. Хорошо. Теперь я вас спрошу. Вы такую книгу считали? Библию? Да. 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 Ветхий завет. Мы Коран читаем. Коран читаете? Надо же. Да, мы читаем. Он у вас есть, Коран, вы его читаете? Коран, Коран есть, Коран есть. Так, теперь слушай. Слава тебе, Господи. Христос воскрес. Я хочу. Еще отвечать надо, миленькие. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Молодцы. Послушайте, дорогие, у вас такая книга в доме есть? Есть. И вы считаете ее? Вот.